Аминь! Великолепно, Инна! Спасибо! Святая ночь, когда Иисус был рождён. Он пришёл в нашу тьму, чтобы залить каждого из нас светом своим. Слава Господу! Спасибо! Отец наш Небесный, мы благодарны тебе в это особенное время, время, когда ты своим словом прикасаешься к нашим духовным струнам жизни, нашей духовной арфе. И Дух Святой начинает играть удивительные смыслы. Мы благодарны тебе, Господь, снова и снова. Мы благодарим тебя за твою заботу, неотступность, твою верность каждому из уверовавших. И всё, воистину, всё в этом мире, чтобы, что происходит с нами, оно содействует к нашему благу. Нашему благу. Благослови изобильно это время. Во имя Твоё, Иисус, мы молимся и просим. Аминь! Евангелие от Луки, пятая глава. Однажды, с первого стиха, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у Озия Генесарецкого, народ теснился, они один ряд подталкивал другого, другой ряд. Они видели Иисуса Христа, они слышали Его. Они хотели слышать каждое слово, которое Он скажет. Почему? Потому что это исцеляло их. Это были уже опытные слушатели. И им необходимо было это слово. Пётр сушит все эти или же вымывает все эти. Наверное, он мог бы в этой толпе быть, но у него бизнес. Но ему нужно заниматься этим делом. Пётр стоит перед сетями, видит сети. Он видит сети. Они пустые. Там люди видят Иисуса. Они не только видят, они слышат Его. И они хотят быть ещё ближе. Нет же! Иисус видит лодку Петра и заходит в неё. И когда мы с вами всю Библию раскрываем, то мы понимаем, он видел этих людей, этого человека, Симона Петра, ещё когда ничего не было. Причём он как видел-то их. Вот этих слушавших, толпящихся, деснившихся, практически наезжавших на Него, ради того, чтобы послушаться. Он видел с радостью. Ещё до сотворения мира. Да, они все падшие, все падут. Но вот через жертву, которую он принесёт, с ними произойдёт метаморфоза. Как это произошло и с Петром, с Симоном. Вижу сеть. Её надо вымыть. Моя жизнь – сеть, которую я вымываю. Моя профессия – сеть. А ну-ка, давайте попробуем Иисуса туда пригласить. Иисус, смотрите. Он вошёл в одну из лодок, от третьих стих, которая была Симонова. Он просил его отплыть несколько от берега. И сев, учил народ из лодки. Да не только из лодки, он народ и в лодке обучал. Он выбрал Симона Петра. Он знал, какой это Симон Пётр будет в нём, в Иисусе Христе. Он обучал народ, народ слушал. Пётр, отнятый от сетей рыбака, попал в удивительное расположение Слова Божьего. Он вдруг получил билет, когда находится перед выступающим Господом Богом. Ему не надо никого теснить. У него самое лучшее место. Почему это он, когда уже будучи учеником, как только вопрос Иисус задаёт, он тут же готов с ответом. Он получил у Иисуса Христа великолепное образование. Это было образование любви. Он видел любящего Иисуса. Когда у него произошли испытания в жизни, и он говорил перед этими испытаниями, что я положу за тебя свою жизнь, но провалил. И самое большое мучение было, что ему казалось, он потерял эту любовь. Но Господь его снова находит и обучает. Обучает любви. Чтобы певцом этой любви стал апостол Пётр, как и Савл, будущий апостол Павел, как и Иоанн, соратник Симона Петра, как Лука, Матфей, Варнаба и тысячи, и теперь уже миллионы, миллиарды уверовавшие. Симон сидел, слушал, смотрел на Иисуса. Его одолевал такой замечательный покой, я уверен в этом. Точно так же, как мы сейчас в этом покое размышляем. Он видел Иисуса, видел это Генесаретское море. Он, Иисус, на этом море. Что ещё можно было, чего ещё можно было бы желать? Так нет же! Иисус поворачивается к Петру, смотрите, 4 стих. Когда же перестал учить Иисус? Сказал Симону, отплыви на глубину, отплывите на глубину и забросьте сети свои для лова. Как важно быть в церкви! Как важно быть на каждом собрании! Потому что жизнь будет подбрасывать снова свои сети. Если бы Иисус это не сказал, то на этом бы сессия закончилась. А Слово Божье всегда инициирует, призывает, ведёт, даёт силу, даёт понимание, раскрывает наш разум, укрепляет его. Так что у нас образовывается новый ум, новый интеллект, новые желания. и наша воля изъявления. Давайте посмотрим на этом примере. Когда перестал учить всех, включая Петра, он обучил ему чего-то. И я уверен, что неоднократно в Петре звучали слова «Как точно?» Это он обо мне говорит. «Как точно?» Или «Как же мне это нужно?» И он мне может это дать. Он стоит мне попросить, и он мне даст. Я уверен. Почему я уверен? Потому что так происходит в моей жизни, в вашей жизни. мы слушаем проповедь, и перед нами проносятся эти призывы. И предложение, подарки, поверь, поверь, доверься, и там, где мы доверяемся, мы выигрываем. Происходит чудесное событие. Только перед этим ничего не... у Петра ничего не было. Целую ночь ловили рыбу. А здесь такая лекция, которая вообще всю рыбу затмила. Так нет же! Так нет же! И Иисус имеет продолжение к нему. Да такое, чтобы укрепило его в жизни, его веру. Иисус говорит ему, Симон, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Неожиданно, правда? Уж чего-чего ожидать? Профессионал говорит, ну, на этом вся лекция закончилась, про рыбу уже и не помнит. А Иисус ему говорит. И он смотрит на это море пустое, на сети пустые, вымытые, правда, и смотрит на Иисуса. что он сделает? Если бы он не был обучен, а здесь у него был такой замечательный урок благоразумия, убеждения, тренировки веры, и теперь ему предлагается сделай шаг. И как Петр сначала свой профессиональный навык показывает, мы ловили всю ночь. Помните, как в 11 главе Евангелия от Иоанна Иисус пришел и пришел на похорон, вернее, даже уже похороны состоялись, похороны Лазаря. И все сетовали, если бы ты пришел раньше, то Лазарь остался бы жив. Он говорит, покажите, где он лежит. Я думаю, что Марфа сразу поняла, что он хочет сделать. И она не захотела, чтобы Господь попал в просаг. Она сказала, уже четвертый день во гробе, уже смердит все. его уже нельзя понять. Кому он это говорит? Начальнику жизни, который воскресит вообще всех, всех воскресит, всех людей. И те, кто поверили, и те, кто не поверили, правда, те, которые не поверили, придут на суд. Воскресит Лазаря, а тут в этой пятой главе забросите. «И какой молодец Петр, как убеждение и слово проникло в его голову, что он свободно, он не сомневается больше, но по слову твоему, ты говоришь, забрось, себя забрасываю, ты сказал перед этим, научил меня столькому. Я в тебя поверил». И теперь этот момент, когда моя вера, накопленная от слышания слова Божьего и внутреннего убеждения, которое это слово «ты сам, Господь, даешь мне», она обязательно выливается в действие. «Я заброшу все эти». И они забросили. Перед этим он только что видел Генесаретское море пустым, пустюшеньким. А через миг он видит, как это море взялось, сконцентрировало рыбу в одном месте, там, где Господь. Я бы так сказал, рыбе захотелось посмотреть на сидящего в лодке Господа Иисуса Христа и сказать Ему спасибо. Да все творение славит Господа. О, если вы ученый, вы можете взять эту тему. все творение славит Господа. Да, конечно, они еще плохо соображают. Они были понижены в интеллектуальном уровне из-за нас. если бы Бог не понизил, то они разговаривали. Помните, змея разговаривала? Это не только сатана. Раньше этот мир был другой. Люди и животные, они могли общаться. Мы еще очень много не знаем. И, между прочим, то, что не знаем, становится нашим царем и говорит такого быть никогда не может. Это глупости. это игра в отключалке, которую подсовывает сатана через нашу плоть. Бога он хочет сделать беспомощным, хочет сделать его незнающим. А Бог говорит в этом мире, в котором сатана пытается свои царства выстроить. Да еще Иисус их показывал. Какой наглец. Вот, посмотри, какие это четвертая глава Евангелия от Луки. Посмотри на мои царства. Если ты мне поклонишься, я тебе это все отдам. мрак. Это такой мрак. Это такой мрак. Вроде бы был Люцифер, а стал Люциферишка во феерии, несущая какой-то такой пучок какого-то свечения, и то гнила какая-то, что гнилушка какая-то светится. Потому что принимать Иисуса за того, который Ему поклонится, между прочим, в нас живет такая гнилушка, плоть наша, который говорит, как Петр начал говорить, мы ловили всю ночь, а потом какой царь этот Петр стал. Но по слову твоему, и тут же было пойма насколько. Это море совершенно преобразилось. эта рыба, которую они поймали, не выбегала из сетей, не выплывала. Она комфортно себя почувствовала в сетях Господа. Это был подарок от Господа Петру, его сотоварищам. Они увидели другое море. Они увидели море Господа, где вся рыбешка повинуется им. Слушайте, я так подумал, меня можно было бы назвать сказочником. Нет. Это реальность, и она плодится и умножается в нашей жизни. Стоит только прислушаться, как этот народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье. И как Петр, послушав, сделал это чудо. Правильное слышание дарует нам правильное видение. сегодня прелесть нашей песни о будущности, которую дает нам Господь Бог. Когда мы становимся с вами в Его Слово, тьма пропадает. Мы находимся в Его свете. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. В нем жизнь была, есть и будет. И эта жизнь является светом. Ну, давайте, посмотрите. Внесите эту жизнь на Генесарецкое море, в ту лодку, в которой находился обыкновенный рыбак, наверное, зажиточный. У него был успешный бизнес. И вот Христос дает ему свой свет. Отплуби и забрось. И все. А если бы он это не сделал, тьма бы торжествовала. Если бы мы не пришли сегодня на это слово, то в определенных местах нашей жизни торжествовала бы тьма. Посмотрите. Бытие, первая, вторая глава. Сколько света. Все понятно. Ну, послушайте, ну, Бог так любит этого Адамчика, что, задавая ему вопрос, он дает ему миллионы подсказок. Назови этих животных, которые я тебе сотворю сейчас. И они будут пробегать. А ты называй. А там вот этого звать-то мой конь. А этого верблюда. И так далее. Например. Откуда он брал эти слова? Из Господа. Тот ему подсказывал. Можно было бы сказать, это так нечестно. Да ладно. Самое честное – это слушать Бога. Потому что нечестная – это тьма, когда мы слушаем себя. И в этом случае происходят страшные накладки. Мы видим будущее через негативное, настоящее или же ужасное прошлое. Ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя так смотреть. Адам обозвал всех животных правильными именами. Он их запомнил. Они запомнили Адама. Дерево жизни – замечательно. Дерево познания добра и зла – замечательно. Чего ж там замечательно? Ну как? Да нет. Дерево само – замечательно. А слова какие? Замечательные. Бог говорит, Он открывает. Всё, и теперь я вооружён. Жизнь замечательна. Правда? Это так и есть. Он раскрывает. Я слушаю. Никакого другого голоса мне не нужно. Обратите внимание, что нам действительно никакого другого голоса, кроме голоса Иисуса Христа, не нужно. Потому что другие голоса – это обманки. Кого вдруг вклинился в Эдемский сад? Змей. Красавец. Действительно красивое животное было. Луцифер – это несущий свет от Бога или утренняя звезда. Нет, его нет уже. Есть злобный враг, который не может с Богом ничего сделать, а вот досадить Богу через воздействие на любимчиков Бога. Потому что Бог возлюбил так миром, что отдал своего сына за каждого человека. Чтобы, если тот поверит, то не погибнет, а будет иметь жизнь вечную. Скажите, много здесь нужно сделать человеку в этой формуле любви? Нет, только принять. Только принять. А потом? А потом идёшь в этом мире и только принимаешь от него. А потом ты делаешь дела. Да, он говорит, как Моисею сказал, ты иди. А на самом деле кто пошёл? Через Моисея Бог пошёл. Книга Исход, третья глава. Наш Господь показывает не только на Генесаретское море, в котором Он уже приготовил в массовом количестве эту рыбу. Он приготовил для каждого из нас, уверовавших в него, в массовом количестве, благодать на благодать, любовь на любовь, милость на милость, веру на веру. И каждые вот эти его удивительные характеристики, они нам выдаются всё время. И тогда Генесаретское море полно рыбы в Иисусе Христе. А без Иисуса Христа рыбы нет. А посмотрите, Бог говорит в Эдемском саду, Адам объясняет. Вот здесь дерево жизни в центре, Адамушка в центре две дерева жизни. Ага, хорошо. Он ещё будет думать. А вот это дерево познание добра и зла, но не ешь от него. Замечательно, хорошо, чтобы я предупредил, потому что умру, не хочу. Каким видят это дерево Адам и Ева? Им оно известно. Ничего хорошего в этих плодах нет. Я помню, когда мы маленькие были дети, и вот мама обучала, а вот эти ягоды не ешь, там волчьи какие-то ягоды. Мы смотрели на эти ягоды, и у нас отвращение было. И мы, когда шли и смотрели на ягоды, какие можно съесть, эти точно мы не ели. Мама сказала. К Еве подошёл лжедруг, который сказал, да не умрёте это вы. Кто тебе разговаривает? Первый встречный? Ну, ты чего веришь-то Ему? Он напрасленно наводит на твоего отца. Он дискредитирует его. Когда мы имеем такое удивительное Слово, всю эту симфонию Слова Божьего, мы обучаемся отличать эти голоса. Нам не надо подсказок и тестирования Бога. Мы в Боге уже живём. Чего его тестировать? А в Боге надо просто жить и за каждый день хвалить, за каждый вздох, за каждое сердцебиение. О, это чудо! А что делает этот лжедруг, сатана, змей, дьявол? Вы будете, когда съедите, вы будете сами, как Боги. Посмотрите, что происходит с Евой в бытие, третья глава. Но знаю, что говорит ей змей, пятый стих, третья глава. Знает Бог, что в день, в который вы вкусите эти плоды, откроются глаза... Обратите внимание, откроются глаза ваши. И вы будете, как Боги, знающие добро и зло. Теперь посмотрите на эффект этих злобных слов. И увидела жена, что дерево хорошее для пищи. Как хороша смерть у нас. И увидела жена. Перед этим они смотрели с Адамом на это дерево, и у них было отвращение к плодам. Само дерево – это нормальное. Это дерево, которое предлагало – никогда не ешь от меня. Вот кому нравится мухомор, правда? Красивая такая. Вот такой гриб. Красный, с белыми этими. Как там называется? Дорошком. Красивые пятнышки. Ну, прямо... Только не хочется есть его, потому что уж столько наговорили про этот яд. Что ж такое повлияло на ум, интеллект Евы? Она слово «врага» поставила выше. Он подарил ей тьму. В Божьем свете они видели, что от этого дерева познания добра и зла не надо есть. Они видели свет. Они видели правильное знание. Для них весь Эдемский сад был освящен светом. И лжец, который вкрался в доверие, он получает награду от Бога. Я не ошибаюсь. 15 стих 3 главы. И он пытается своей тьмою объять это, и не получается. И вот наступило время, когда Бог пришел как человек. И он говорит обыкновенными словами. Кроме того, в этих словах нет никакого осуждения. Любят его, принимают его хорошо. Не принимают? Ну что ж, пока ты мир рассматриваешь с точки зрения религии. Ты ожидаешь Мессию. Ну, внимательно присматривайся ко мне. И слушай слова. Они прольют свет на твою жизнь. На жизнь того, которого ты отвергаешь. Как это сделал Петр? Он увидел Иисуса и больше, чем просто ученого или учителя раввина. Он увидел Господа Бога. Хотите доказательства? Когда этой рыбы стало так много, что обе лодки стали... Сначала наполнились красота, живем, о, такой удачный! Сколько мы продадим этой рыбы, и сколько мы заработаем денег. И вдруг лодки начинают тонуть. Наверное, приходится самим рыбакам выпрыгивать, чтобы лодки-то не утонули. И Петр смотрит на Иисуса, и он видит. Он видит Господа Бога. И он видит себя как грешного человека. И уже ему не кажется, что ему повезло. Понимая, что грешный человек, он обнимает Иисуса за колени и говорит ему, выйди, я грешник. Но выйди, и он не дает ему выйти. И что делает Иисус? Он говорит, ты ловил рыбу, следуй за Мною, я сделаю из вас ловцов человеков. Это, знаете, как в книге Исаии в шестой главе, когда стал слышать Исаия слова, которые говорит Бог, отбросил страх, потому что Бог прикоснулся к нему камнем с алтаря. Это была жертва всесожжения. Это был образ жертвы Иисуса Христа. И что получилось с Исаией? Он стал слышать. Что получилось с Петром? Он стал слышать. Он и видит, теперь и слышит. И для него теперь этот человек, который находится в его лодке, Господь Бог ему открывает Отец. И он теперь откликается на призыв. Он видит по-другому мир. Он видит мир, как тогда, когда Иисус разговаривал с Адамом и Евой. Они видели мир так, как открывает Иисус Христос. А посмотрите на этот эпизод в завершение. Девятая глава книги Деяний, когда Саввл, самый доблестный представитель иудейской религии, уничтожает и унижает христиан. Он хочет бороться с этой сектой внутри иудаизма. Господь его встречает. И дает ему видение. Да такое видение, что открывается все мироздание и Ветхого Завета, который на самом деле повествует в каждой книге об Иисусе Христе. Какой удивительный мир открывается перед апостолом Павлом. Да такой удивительный мир, что апостол Павел начинает понимать, даже когда жалоба плоти ангел сатаны предложен ему, это оказывается от Бога, чтобы он не вознесся Павел в гордыне своей от множества удивительных откровений. Бог знал, такое может с ним произойти. И он подарил то, что будет помогать Павлу не делать таких действий. Все содействует ко благу. Наше зрение новое. Удивительно. А потом произошла встреча Господа Иисуса Христа в девятой главе Деяний с пастором церкви в Дамаске. Иисус говорит, иди вот к такому-то человеку, он находится там-то, там-то. И Анандия говорит, о нет, ты не знаешь этого человека. Красивые слова. Давайте скажем красивые. Господу Богу вот так вот как другу своему сказать. Да, нет, ты не знаешь. И что говорит Иисус? Я по-другому его знаю и вижу по-другому. Я знаю его будущее. Он мой избранный сосуд, который уже начнет через некоторое время проповедовать и евреям и язычникам и царям и до края земли дойдет. Так и произошло. Он видит нас. И когда мы в его, как пастор Нурлан замечательно сегодня говорил о том, что когда мы принимаем его слово, то у нас рост, и мы с вами забираем мы от земли на небеса. Мы с вами являемся людьми обласкованными светом Иисуса Христа. И тьма везде, где мы применяем этот удивительный свет Господа Иисуса Христа, там везде победа, везде победа. Посмотрите на вашу жизнь. Вы понимаете, что у вас раньше не такая жизнь была. Подумайте о ваших отношениях с людьми. Посмотрите на ваши мысли. И это все Христос, а там где Христос, это удивительно. В завершение, в книге пророка Иезекииля в 37 главе с 1 по 14 стих рассказывается история, когда Господь спрашивает пророка, что ты видишь на этом поле? Кости мертвецов. Могут ли они жить? Ну, нет. И вдруг эти кости и люди появляются, ожили, воскресли. так и наша жизнь в Иисусе Христе мы видим на людей не на основании их ошибок, а на основании того, что Господь сделает с ними. Это всегда чудо. И мы верим в это чудо. И мы наблюдаем и просим Господа, чтобы Он совершил это. И открываются небеса, и насыщается удивление наша вера верностью Господа во всяком случае. Слава Господу! Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за это удивительное, за удивительные смыслы, которые мы имеем в Твоей любви, в любви, Отец, к Твоему Сыну, любви через Сына к нам. Мы благодарны Тебе за Духа Святого, Духа любви. Господи, Ты обласкал нас всеми этими понятиями, которые Ты только можешь открыть. Мы не можем это всего придумать, ничего не можем. У нас, если бы мы там были, то была бы тьма осуждения, а здесь свет любви, удивительный свет благодати, прощения. Какая красота! Слава Господу! Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Примите Его, ваше сердце, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову. Приведи в живую церковь, благословляй, ободряй, любви, люби, прощай, поднимай, если упаду. Ты благий, ты любящий, я верю Тебе. Во имя Твое, Иисус Христос, я молюсь и прошу Аминь. Аминь. Слава Господу!